Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Очень рада вас видеть на своей страничке. Надеюсь, что вы меня тоже сегодня решили использовать свое стандартное приветствие, потому что в парочке последних видео я его не использовала, и вы очень сильно расстроились. На мне, кстати, вот такая вот офигительная кепка от YouTube. Знаете, как бы хорошо работать в компании Google, достаются полезные для жизни вещи. Перед наступлением днём рождения всегда хочется делать какие-то глупости, и всегда хочется чувствовать себя молодой, задорной и так далее. Я понимаю, что это очень странно звучит. Мне скоро исполнится 26 лет, и в зависимости от того, с какими людьми я общаюсь, я иногда чувствую себя очень взрослой, а иногда я себя чувствую просто абсолютно маленьким и глупым ребёнком. Я это всё к чему? Я купила себе пижамы, которые называются футужамы. Я их увидела в контекстной рекламе, когда лазила в компьютере. И я ещё так на них посмотрела, думаю, господи, боже мой, какой детский сад, ну как так? А потом я сидела, думала, мне так хочется, мне так хочется ходить по дому в каких-то ярких, весёлых вещах, потому что наш дом — это наши крепости. Если вам нравится костюм панды, если вам нравится костюм тигра, который я себе приобрела, почему бы и нет? Ну почему обязательно дома нужно ходить в джинсах и в майке? Почему дома обязательно нужно ходить в старых растянутых штанах или в чём-то таком женственно прилично возбуждающем? Не знаю, мне кажется, для определённых людей, для определённых друзей, для твоей семьи то, что ты с утра или вечером встретишь их в костюме панды, это будет даже прикольней. Итак, я покупала это всё на вот таком вот сайте, fotujama.ru, специально сохранила пакет, потому что знаю, что вам понравится, и вы будете у меня спрашивать, где я всё это взяла. Первое, что я себе выбрала, это был костюм панды. Ну на самом деле с пандами у меня вообще связано очень многое. С пандами связана моя любовь к моей Кате, потому что её просто вторая кличка — это Катя Панда. Ну мы её очень любим, и даже я тут недавно ей сделала небольшой подарочек, и софил такое ожерелье в виде панды. Ну это такой, знаете, такой чисто дружеский прикол. В итоге, когда я увидела этот костюм панды, я поняла, что он мне обязательно нужен. Он, знаете, причём такое нечто среднее между костюмом панды и между костюмом маленького пингвина. Я очень люблю и пингвинов, и пан. Вот, что хочу сказать. Я себе брала размер эски, там все размеры написаны очень-очень-очень подробно. Ну вот кто моей комплекции, эска вам подойдёт просто идеально. Они безумно мягкие, очень тёплые. Я их купила сейчас в лето, и думала, что ещё даже не успею их до осени надеть. Но получается так, что лето у нас в Москве сейчас очень холодное, и сегодня весь вечер я провела вот в таком вот костюме. Он просто фантастический, я его обожаю. Второй костюм, который я себе взяла, это уже такая, ну, наша домашняя история, как бы тигрята. У меня папа по гороскопу тигр, и, в общем, как-то мы вот такие все от него тигрята, львята тоже пошли. Второй костюм вот такой. Это просто вот абсолютно костюм тигра из Винни-Пуха. Он безумно милый, он отличается от первого тем, что у него есть вот такие вот носочки-тапочки. В общем, это будет отлично для тех, кто никак не может заставить ходить себя дома в тапочках. Здесь у вас просто вариантов больше не будет, потому что они пришиты. Этот костюмчик мне понравился даже больше. Он как-то на мне сидит более широко, более свободно. Ещё здорово, что у него здесь есть вот такие вот кармашки. В первом костюме мне реально не хватило кармашков. Зато в первом костюме есть вот такие вот штучки, чтобы оставить сюда большой пальчик. Вот. Я понимаю, что я в них смотрюсь очень смешно, очень даже, может быть, нелепо. Но это всего лишь один из моих домашних костюмов. И иногда хочется чего-то такого сумасшедшего и фантастического. Следующие покупки, которые я вам хочу показать, я совершила на сайте Пудра. Да, меня очень часто спрашивают, покупаю ли я сама себе что-нибудь. Да, я точно так же, как вы, иногда себе что-то покупаю. Потому что то, что присылают на обзор, это не всегда то, что очень нужно, то, что очень хочется. Ну и не всегда возможно получить на обзор те средства, которые ты реально очень-очень хочешь. Итак, что же я заказала на портале Пудра? Ну, во-первых, я думаю, что все уже знают, что такое портал Пудра. Мне эти ребята очень близки. Помимо того, что там работают восхитительные Серёжи Остриков, это как бы одна история. Вторая история в том, что эти ребята смогли создать не интернет-магазин, а отдельное какое-то направление, отдельное сообщество, отдельный такой клан людей, которые дружат между собой, которые понимают друг друга и которые сходят с ума по-своему. Это очень здорово, потому что интернет-магазинов сейчас очень много и выбрать что-то одно тяжело. А на Пудре собраны такие средства, которые не всегда, а зачастую в большем проценте случаев невозможно найти в России. Их всегда нужно заказывать через eBay, через какие-то американские магазины. А на Пудре это практически всегда есть в наличии, у них есть всегда очень клёвые акции. В общем, супер-супер-супер. Что же я там взяла? Я там взяла вот эту серию, о которой я очень много читала в интернете у других всяких американских блогеров. У нас я такого пока ещё ни у кого не видела, поэтому очень захотелось попробовать, что это такое. Это просто кричащая, звучащая на весь мир линейка, которая называется Black 15 в 1. Что это такое? Вообще, эти средства изначально, как я поняла, если я правильно поняла историю, начинались вот с этого спрея-сыворотки. Это то самое средство, которое должно быть у всех. 15 в 1 написано не просто так. Это средство, которое является кондиционером, термозащитой, средством для объёма, средством для успокоения кожи головы, средством для блеска, антистатиком, разглаживающим средством. Подлечивает кончики, подлечивает всё полотно волоса. В общем, реально Miracle Hair. Как бы вот не просто так они его назвали. Очень мне нравится эта серия. Особенно мне нравится, что, как вы можете наблюдать, вот эти вот версии, они сделаны в виде такого, как, ну, такого располнявшего сердечка. Мне кажется, это очень мило. Замечательная сыворотка. Пользуюсь 2 недели. Брала с собой на отдых, где было просто палящее солнце. Пользовалась каждый день. Супер! За что она мне нравится? Она не содержит ни парабенов, никаких вредных веществ. Это просто концентрация всего-всего полезного. Не буду сейчас вспоминать всё. Помню, что здесь есть и сок алоэ, и ягоды асай, и, в общем, куча-куча волшебных зелий, скажем так. Так, доктор просто, господи, не доктор, а как его зовут? Северус, Снэп, Снэйп. В общем, что-то я сегодня целый день вспоминаю Гарри Поттера. Не знаю почему. В общем, это волшебное средство. За что я его люблю? Я его люблю за то, что оно есть, но его как бы нет. Потому что все средства-несмывашки обладают очень плохой чертой. Они либо хорошо питают кончики, грязнят корни, либо они дают объём, но сушат волосы. С этим средством ничего такого не происходит. Оно позволяет добиться эффекта очень здоровых, очень качественных, очень таких вот настоящих, живых, замечательных волос. Я не знаю, как сейчас там видно, блеск нет, но на самом деле волосы очень хорошо блестят. Несмотря на то, что у меня сейчас приведено японское выпрямление, оно не избавляет меня полностью от укладок. Поэтому очень-очень-очень люблю. И так как пользуюсь феном, это средство я больше использую как вот такое лекарство и как термозащиту. В комплект к нему я взяла вот такой вот шампунь. Очень приятный. Запах такой, ну, средний. Мне кажется, ну, лично на мой вкус можно было его сделать как-то или послаще, или что-то. Ну, как бы ладно, запах опустим. Очень хорошо промывает волосы, не пачкает их. Достаточно очень мало средств, то есть оно такое, знаете, высококонцентрированное. Хорошо промывает, большое ему спасибо. Единственное, что хочу сказать, не стоит покупать шампунь в одиночку. То есть, если вы обратите внимание на эту серию, сначала в любом случае, при любом раскладе берите себе кондиционер. Все остальные средства, такие как шампунь, покупайте в дополнение. Потому что, например, если пользоваться одним шампунем без вот этого спрея, да, без какой-то маски, соответственно, волосы будут немножко суховаты. Это не очень хорошо, потому что, ну, вообще пользоваться одним шампунем не очень хорошо. Поэтому вот такая вот пара, это именно то, что вам нужно. И следующее средство, которое я тоже приобрела на пудре, это я подсмотрела у Елены Крыгиной. Я не знаю, я надеюсь, что просмотров у этого видео будет теперь просто миллион, потому что там, где есть Елена Крыгина, там всегда много просмотров, там всегда весело, прикольно и замечательно. Я у нее посмотрела вот такой вот бальзам для губ. Я люблю бальзамы для губ, и, честно говоря, у меня вот сейчас здесь огромный ящик с помадами, но я ими практически не пользуюсь, потому что сейчас для меня стал важен мой реальный пигмент губ, их замечательное состояние, их увлажненность, их напитанность. И мне кажется, пока я такая молодая, восхитительная, можно еще особо ничем не пользоваться. Я понимаю, что я сейчас говорю абсолютные бреды, через два месяца я буду говорить другое, но мир косметики, он тем и хорош, что изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц вы можете менять свои предпочтения. Итак, я посмотрела вот такой вот бальзам для губ с огромным содержанием папайи. Средство офигительное. Во-первых, это не совсем даже бальзам для губ. Это средство, на самом деле, многофункциональное, и его можно использовать на какие-то ожоги, на какие-то ранки. То есть это средство, которое реально будет вам подлечивать вашу кожу. Я им пользовалась на отдыхе, очень-очень-очень люблю, мне нравится. У него очень спокойный, ненавязывающийся запах, он не раздражает, он не бесит. Со средством можно переборщить, тогда оно просто начнет стекать с губ, так делать не нужно. А так, пользуйтесь им как обычным бальзамом. Здесь такая большая упаковка, 15 грамм. Очень-очень-очень люблю просто вот супер средство. Даже не знаю, как бы еще что-то такое вот хорошее про него сказать, потому что очень нравится. Мне, знаете, он что напомнил? Он мне напомнил этот вот всем ненавистный кармекс, только если кармекс, он реально печет губы очень горькие и противно воняет, то здесь это реально такая натуральная консистенция, которая делает все то же самое, что и кармекс, точно так же быстро залечит губы, просто не воняет, и после него сразу же можно целоваться, что тоже очень большой плюс. Следующее, что я вам хочу показать, это огромная закупка обуви. Это все произошло не просто так. Ну, у меня в жизни просто так никогда ничего не происходит. В общем, это Внуково распродажная деревня. Это такой прям маленький городочек, аутлет, где есть всякие-всякие разные интересные магазины. Мы там с Катей напали на магазин Альда. Точнее, сначала она на него напала, она купила там себе три пары за 5 тысяч рублей, это была какая-то фантастика. И я начала кричать, что я хочу, хочу тоже, мне это все тоже нужно. В итоге мы с ней приехали, и я нам набрала огромную гору обуви. Давайте начну, наверное, с первых туфелек. Ну, это даже не туфельки, это вот такие вот массивные босоножки. Вообще, на самом деле, опять-таки, данную модель я больше подсмотрела у Кати, потому что, ну, я как-то такая, знаете, я больше люблю обувь на плоском ходу, ничего такого секси, как бы, все такое вот пенсионерская обувка. Вот, и мне хотелось чего-то такого грубого, массивного. Я даже искала смысл с танкеткой, но в итоге увидела эти туфли. Смысл в чем? Эти туфли стоили 1 200 рублей. Это самое лучшее вложение денег за последнее время. Несмотря на то, что здесь огромный каблук, я в этих каблуках превращаюсь просто в какого-то 20-метрового монстра. Но они настолько мягкие, они настолько удобные. Такое ощущение, что я погрузила свою ногу просто вот в какую-то глиняную ванну, с моей ноги сняли слепок и сделали эти туфли. Это просто что-то нереальное. Гоняю в них каждый день супер ботинки. Причем мне очень нравится этот бежевый цвет. Он подходит практически ко всему на лето. Супер-супер-супер. Там еще есть одни такие темно-темно-синие и практически черные. И вот когда я второй раз заезжала в Альдо, я думала, может быть, купить себе еще одну пару. Но я подумала, ладно, все-таки как бы хочется экспериментировать и покупать себе что-то новое. В общем, туфли обалденные. Размер у меня здесь 39-й в магазине Альдо. Обувь немножко маломерки. Поэтому не пугайтесь, что ваш размер там будет увеличиваться. Следующее, что я себе купила, просто как бы это вот такая уже жесткая необходимость. Да, вид только у меня, конечно, не очень товарный. Я наступила в какой-то скотч. Господи, как в Москве можно найти какой-то скотч? Объясните мне. Я просто не знаю. Я купила себе балетки. Абсолютно обычные черные балетки. Они сделаны с таким тиснением, как будто бы маленькая-маленькая-маленькая-маленькая змейка. То есть не такие большие, змеиные, да, вот эти вот полукруги, а маленькие. Такие типичные балетки. Я их называю семечки. То есть вот просто туфли для того, чтобы зайти от пункта А в пункт Б. Они у меня шли, господи, насколько я помню, 37-го размера. Там не было размера больше. И когда я их покупала, они мне чуть-чуть жали. За счет того, что они кожаные, за счет того, что они очень-очень мягкие, они просто идеально разошлись по моей ноге. И теперь у меня наконец-то есть нормальные черные балетки. Потому что у меня есть такая беда. Я захожу в магазин и всегда покупаю себе какие-нибудь фантастические цвета обуви. А ничего приличного взять не могу. Следующее, что я себе тоже приобрела в Альда, это были черные лодочки. Вы их посмотрите на ноге. Они просто божественные. Вообще я для себя поняла, что если у вас проблемы с обувью, покупайте себе замшевые модели. Если у вас средние проблемы с обувью, покупайте себе кожаные ботинки, туфли, неважно. Если вы хотите себя убить, покупайте лаковые модели. Потому что кожа, покрытая лаком, она практически никак не видоизменяется. И носить их достаточно тяжело. Но эти туфли, я в них даже могу ходить. Вы себе не представляете. То есть как бы хорошая типичная классика. Ни в коем случае не надо надевать такие модели в метро. Не нужно ехать в таких туфлях в маршрутке и так далее. Строго на свидание, строго на какой-то праздничный вечер. Строго на такси, строго, когда вы вся такая мадмуазель, просто вот шикарная. Очень удобные. На самом деле, они мне даже, на самом деле, не то, что они мне не натерли ногу. Просто я у них немножечко подустала. Я их надела и первый раз сразу босиком и побежала по своим делам. Немножечко подустали ноги, но не было никаких ни натертостей, никаких огромных там кошмаров. В общем, все было очень даже прилично.